Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! С вами Тамара Япцева, и мы сегодня поговорим, как на зиму укрывать землянику садовую. Земляника садовая выдерживает температуру до минус 8 градусов без всякого дискомфорта для себя. Но при большем понижении она начинает страдать. Поэтому ягода, растения нуждаются в укрытии. И чем можно укрывать? Это могут быть различные органические материалы. Это может быть солома. В случае соломы лучше всего, чтобы это была ржаная солома. Потому что в ржаной соломе не заводятся грызуны, и это хорошо. Но в принципе можно использовать любую другую солому. Когда это нужно делать? Нужно делать тогда, когда температура будет уже отрицательная. Земля остынет и покроется такой корочкой. И вот по этой корочке раскладывать органические материалы. Это может быть, как я говорила уже, солома. Это могут быть сухие остатки сухоцветов, которые остались у вас, какие-то большие высокие растения. Это может быть льно костра. Это может быть древесная щепа, опилки. Но в случае вот этих последних материалов лучше, чтобы они были буртованы. То есть, чтобы они полежали хотя бы год. И чем более крупная фракция, тем, естественно, нужно, чтобы больше протяженность была в хранении их в бортах. То есть щепа это лучше, чтобы была двухгодичная. Если опилки, мелкие опилки, то, конечно, их года достаточно. И вот этот материал можно засыпать. Слой должен быть в зависимости от того, какой у вас материал. Все мульчирующие материалы должны быть сухие. Вот это самое важное условие. То есть мы делаем это в сухую погоду и делаем сухим материалом. Почему? Для того, чтобы не пошли у нас процессы гниения и не начало выпривать сердечко земляники садовой. Значит, какой же слой мульчирующих материалов должен быть? Если это щепа, то нам достаточно и 3, и 5 сантиметров. Ну, у кого какие запасы есть, естественно, чем толще слой будет, тем лучше. Но хотя бы 3 сантиметра, чтобы вы насыпали. То же самое касается льно костры. Если же это будет сено или солома, или остатки сухих цветов, то этот слой должен быть где-то 15-20 сантиметров. То есть понятно, что более рыхлый материал, и поэтому укладывается он не так плотно и в сухом состоянии расстилается. Что еще хорошо? Хорошо поверх, во всяком случае в нашем климате, в средней полосе, и, может быть, в более северных широтах, поверху еще хорошо бы расставить дуги и закрыть еще сверху это спанбондом. И спанбонд должен быть не все равно каким. Нужно, чтобы он был плотный. Это либо ПП-60, от 60, можно до 120, но это как бы дороже материал, и реже он бывает в продаже. На зиму все равно, какой будет он, черный или белый, особой разницы нет. Значит, и поверху закрывается спанбондом. Когда спрашивают, можно ли закрывать еще полиэтиленом, ну, можно, но это хуже. Почему? Потому что все-таки спанбонд – это дышащий материал. А когда у нас клеенка, пленка там полиэтиленовая, то все-таки на куполе укрытия собирается конденсат. Что-то тоже не есть хорошо. То есть, когда у нас спанбонд на дугах, то у нас насаждение наше дышит. Вот, ну, в общем, таким вот образом. У меня в настоящее время льно костра, ну, и сейчас еще заморозки вот у нас уже были. Я напомню, если для зрителей канала. Это под Минском, Самохваловичи, 12 километров от Минска. У нас уже заморозки были, были даже понижения временные, ночные, до минус 5. Ну, сегодня, вчера целый день шел дождь, сегодня у нас почва влажная, но у меня, в принципе, у меня льно костра, поэтому это, значит, ну, не страшно. И я вот буду рассыпать льно костру. Сыпется это все на глаз. Но, понятное дело, чем толще слой, и, конечно, желательно было бы сверху, сразу было еще укрыто и спанбондом. Ну, просто для того, чтобы материал не отсырел. Почему, допустим, я предпочитаю льно костру, или щепу, или опилки? Потому что, видите, это мелкий материал. Он измельчен, и потом весной нужно будет перекопать это. Почему? Потому что, смотрите, если мы кладем материал на уже замерзший слой земли, то и с одной стороны у нас будет предохранять растения наши от вымерзания, но, с другой стороны, у нас, когда наступит весна, начнет оттаивать почва, под укрытием она будет медленно размерзаться. Поэтому укрытие нужно будет сгрести, либо перекопать, либо в случае соломы, в случае каких-то крупных растительных остатков, там, сухих цветоносов. Это нужно будет все отвести в сторону для того, чтобы земля наша прогрелась. Потом, когда уже земля прогреется, когда у нас земляника садовая выбросит цветоносы, мы обратно укладываем, можно свежий материал уложить, можно тот же материал использовать, мы обратно укладываем для того, чтобы у нас, во-первых, не пострадали цветоносы во время цветения от весенних заморозков. И второе назначение – это предохранение ягоды от вымазывания почвой. Когда ягодка начинает созревать, естественно, в случае дождя капельки будут отскакивать от поверхности почвы, и ягода не будет чистой. Кто изучал английский язык, знает, что по-английски земляника садовая называется «строубери». «строубери» – это солома. То есть соломиная ягода, ее так и назвали, даже на туманном альбионе, эта ягода страдает от весенних заморозков. И мы можем получить ягоду и чистую, и спасти ее от заморозков, вот таким вот образом, укрытием. И еще, значит, относительно вот этого укрытия и весенних, когда снимать. Все зависит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить более раннюю ягоду, то тогда поступайте именно таким образом. То есть вы уложили, значит, на зиму, утеплили все, потом весной наступили теплые дни, вы это укрытие отбираете в сторону, отбираете мульчирующий материал. Ну, вот, допустим, я пользуюсь льно-кострой, я ее перекапываю, и потом уже перед, после того, как земляника садовая, выбросит цветоносы, то есть уже такие достаточно высокие, большие бутоны сформировались, вот тогда вы опять обновляете мульчирующий материал. Но вы еще можете регулировать, вот этим приемом вы можете регулировать еще и сроки созревания. У вас, например, ранний сорт и длинные, большие насаждения. Вы можете частично их укрыть, частично раскрыть и оставить таким образом. И там, где раскрыто, у вас созреет быстрее. А если вы не раскрывали зимнее укрытие, то у вас почва там медленнее отмерзнет. И, значит, вы получите вот этот, допустим, ранний сорт в более позднее время, но зато вы гарантированно уйдете от заморозков. Вот таким вот образом, раскрывая укрытие и укрывая там заново, вы можете регулировать сроки созревания ягоды. То есть важно, чтобы вы запомнили, что после зимы вначале нужно раскрыть укрытие, надо дать прогреться земле, и потом заново укрыть новым укрытием, для того, чтобы у вас ягода оставалась чистой, и для того, чтобы ее предохранить от весенних заморозков. Ну, на этом у меня все. До новых встреч. До свидания.